В Казахстане задержаны 4266 человек, в том числе граждане соседнего государства. Об этом сообщила МВД республики. Ранее в одном из сел Алматинской области арестовали более 100 иностранцев. Граждане какой страны попали в руки правоохранителей не сообщается. Регион граничит с Киргизией и Китаем. Президент Казахстана Касым Джамар Такаев возложил ответственность за протесты в республике на свободные СМИ и блогеров. Такаев обвинил журналистов в подстрекательстве к беспорядкам. Власти Казахстана заявляют, что страна была атакована международными террористами. Президент Касым Джамар Такаев заявил, что в захвате Алматы приняли участие 20 тысяч боевиков. Правда, никаких доказательств предъявлено не было. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость, заявил Такаев. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Президент Казахстана дал приказ органам правопорядка открывать огонь без предупреждения по тем, кого силовики сочтут террористами. В организации Human Rights Watch призвали власти республики отменить приказ стрелять на поражение, соблюдать права своего народа и обеспечить защиту силовиками человеческих жизней. Все здания, улицы, отделения полиции по стране уже взяты под контроль властей. Предприниматели Казахстана оценили ущерб в 92 миллиона долларов в результате погромов. Бывший советник Нурсултана Назарбаева Ирумухамед Иртызбаев обвинил силовиков Казахстана в государственной измене. Он назвал действия чекистов Комитета национальной безопасности национальным предательством и заговором. По его словам, Комитет молчал и бездействовал с самого начала протеста. Он также отметил, что беспорядки, которые произошли в Казахстане, были бы невозможны без предателей и без реального заговора в высших эшелонах власти и правоохранительных органах. По мнению экс-министра, целью заговорщиков из числа генералов было отстранение от власти президента Такаева. Со слов экспертов, заговор генералов стал причиной обращения президента республики за помощью ВОДКБ, чтобы сохранить свою власть. Политологи считают, Казахстан ждут жесткие зачистки руководства силовых структур, по примеру того, как это сделал Эрдоган Турции после неудачной попытки военного переворота в 2015 году. По последним данным, в результате столкновений протестующих с органами правопорядка известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков погибло 18 человек, более 740 сотрудников пострадали.